Извечная и настоящая, скрепленная веками дружба, болгарского и русского народа это шитый белыми нитками фейк. Братушки никогда не были никакими братушками. Песня Алёша в Болгарии «Русский солдат» — враньё от первой до последней строчки. Болгары были против России в двух мировых войнах, а роль русских как освободителей Болгарии — не более чем передёргивание фактов. Вот так сюрприз, правда? Во времена социализма в Болгарии была популярна серия анекдотов про смекалистого школьника Иванчо. Учительница входит в класс и спрашивает учеников. Какую нацию в мире мы любим больше всего? Иванчо немедленно встаёт и отвечает. Русских! Молодец, Иванчо! А почему? Потому что они освободили нас дважды! Правильно, Иванчо! А какую нацию мы ненавидим больше всего? Американцев! Верно, Иванчо! А почему? Потому что они нас ещё не освободили! И этот анекдот прекрасно отображает скептическое отношение болгар к русским, даже во времена, когда Болгарию считали 16-й республикой СССР. А кто считал? Ну, явно не болгары. Почему же сложился этот миф о вечной братской дружбе? И почему некоторые болгары и подавляющее большинство русских до сих пор свято верят в эту несусветную чушь? Давайте-ка я вам расскажу поподробнее. Сегодня мы развенчаем очередной нелепый миф российско-советской пропаганды. А вначале попрошу вас подписаться на этот канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на Патреон и Байми и Кофи. А главное, отправляйте донаты на ЗСУ. Итак, братушки. Болгары средних лет, чье детство прошло в Болгарии 70-х-80-х, с содроганием вспоминают стихотворение «Здравствуйте, братушки!» крестного отца болгарской словесности Ивана Вазова. В школе братушек заставляли учить наизусть, а тех, кто пытался сочковать, вызывали к директору и выставляли жирную пару в классном журнале. В толковом словаре Дмитрия Ушакова «братушка» трактуется как ироническое обращение русских солдат к южным славянам во время русско-турецкой войны конца 1870-х годов. Однако поэт Вазов разворачивает братушку в обратную сторону и использует этот термин в качестве обращения болгарского населения к русским солдатам. Расчет Александра II мощным ударом по ослабленной Османской империи расширить сферу влияния России был сугубо практическим. Однако та война привела еще и к формальному обретению Болгарии государственности и независимости. В этом контексте восхищение болгарского народа русскими войсками, братушками в тот момент было неподдельным. От стиха к слову, от слова к действию – братушка – прочно вошел в обиход болгарского языка. А вот восхищение русскими у болгар быстро сошло на нет. Дело в том, что Россия постоянно делала вид, что она пролила российскую кровь за болгарскую свободу. Но на самом деле болгары потеряли тысячи людей в войне России с Османской империей. Но когда было подписано соглашение между двумя империями, ни один болгарин не был приглашен русскими принять участие в этом празднике. А восемь лет спустя новое болгарское государство и вовсе, о ужас, расторгло дипломатические отношения с Россией. Как думаете, почему абсолютно ничего нового? Потому что русские слишком сильно вмешивались во внутренние дела болгар и делали все возможное, чтобы Болгария не получила реальную независимость. Все выдающиеся герои болгарского национального освободительного движения отрицали идею того, чтобы свободу Болгарии принесли россияне. По той причине, что Россия была символом репрессии в Европе, что не является никаким секретом. Болгары объединились в середине 80-х годов 18 века, объединив две части Болгарии, разделенных после русско-турецкой войны. И это возмутило Россию, вплоть до того, что россияне позволили Турции забрать себе назад часть Болгарии, как наказание для болгар, которые осмелились ввести себя самостоятельно. Это привело к тому, что болгары начали считать Россию большим врагом Болгарии. И это только лишь спустя 8 лет после турецко-русской войны. Отсюда начались серьезные и длительные проблемы между двумя странами. Мало кто знает, но Болгария была единственной страной в славянском и православном мире, которая выступала против России в течение двух мировых войн. Представьте себе, вот такое вот извечное братство, о котором так любят говорить русские. Они с завидным упорством спекулируют тем, что болгары якобы всегда были на стороне России и Советского Союза. Москва из кожи вон лезет, чтобы сделать себя каким-то выдуманным центром славянского мира. Навязывая себя то Болгарии, то Украине, то Чехии, то Польше. Но почему-то мало кому хочется иметь с русскими что-то большее, нежели официальную дипломатию. А некоторым уже не нужно и этого. Россия имеет успешные притязания на братство пока только с одной славянской страной – Белоруссию. Да и то навязывая дружбу с помощью репрессий. Показательно, что Иван Вазов, написавший стихотворение про братушек, был одной из опор русофилов в Болгарии только лишь сначала. Во времена коммунизма для болгар было секретом, что в конце своей жизни Иван Вазов стал настоящим русофобом. Он понял, что Россия провоцирует войны против Болгарии на Балканах, разделяя людей внутри страны. Вазов стал одним из тех, кто хотел переименовать собор в Софии, названный в честь Александра Невского. Это было после того, как россияне вторглись в Болгарию в начале Первой мировой войны, а болгарская армия уничтожала россиян. Это была полноценная болгарско-российская война, которую, к слову, Россия унизительно болгарам проиграла. Ивана Вазова возмутила российское вторжение и российская политика относительно Болгарии, и он полностью изменил свое мнение относительно России. Справедливости ради, ему стоило бы написать новое стихотворение под названием «До свидания, братушки». Наверняка большинство зрителей этого видео слышало песню «Алеша». Стоит под горою Алеша. В Болгарии русский солдат. В этой песне нет ни капли правды. Хотя официально считается, что песня посвящена памятнику советскому солдату в болгарском городе Пловдив, как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне. Дело в том, что в Болгарии, воевавшей против Советского Союза, не погиб ни один солдат Красной Армии. И под памятником знаменитому Алёше в городе Пловдив нет никакой стелы с именами, как это обычно принято для таких памятников, потому что там никто не лежит. И даже выражение «освобождали оккупированную Болгарию» — это фейк. Болгария не была оккупирована, потому что она была союзником Германии. Правда, царь Борис не объявлял войну Советскому Союзу, но под давлением Гитлера объявил войну США и Британии. А уже 7 сентября 1944-го СССР единолично объявил войну Болгарии и ввел войска в страну. Болгарская армия никакого сопротивления не оказывала. Немецких войск в Болгарии уже не было. Они перед этим без сопротивления тихо ушли себе, потопив все свои военные корабли. Поэтому советская армия спокойно вошла в Болгарию. И единственное, от чего мог там погибнуть солдат, разве только перепив болгарского вина. И даже связист Алексей Скурлатов, с фото которого вытесывали скульптуру Алеши, спокойно после войны вернулся домой, в родной Алтайский край и прожил там до глубокой старости. Но под каждым роликом с песней Алеши на ютубе можно натолкнуться на комментарии «Мой дед погиб в Болгарии» или «Брат моего прадедушки погиб в Болгарии». А дальше идут призывы вернуть Советский Союз и оживить славные победы всех славян. Все это простая медиатехнология, которая работает уже более шестидесятков лет. Слезливые песни, фальшивые факты, подтасованная информация, скрытая правда. Эти чекистские, а теперь уже методы ФСБ действуют и сейчас. Одним из принципов коммунистической пропаганды в Болгарии была идея «Вечной дружбы Болгарии с Советским Союзом в целом и с Россией в частности». Чтобы сгладить несостыковки между Россиями имперского и советского образцов, была сфабрикована хитрая уловка, которая широко использовалась журналистами в литературе и искусстве. Советская Россия была представлена как естественный наследник имперской России, которая вела войну с Османской империей. В пропагандистских целях разница между имперской Россией и Советским Союзом стиралась. Имперский русский солдат с любовью назывался Дедом Иваном, а красноармейцы – братьями или братушками. В болгарском социалистическом искусстве имперский русский воин часто изображался как пожилой мудрец, дающий советы молодому, энергичному и всегда улыбающемуся советскому солдату. Основная идея, которую успешно впихнули в головы нескольких поколений болгар, и которая отчасти продолжает определять их отношения к России сегодня, заключалась в том, что русские были двойными освободителями. По сути, все сводилось к представлению о том, что Болгария была маленькой никчемной страной, от которой ничего не зависело, но зато она была единственным верным другом большого брата с северо-востока. Впрочем, ничего нового. Россия всегда действует одинаково, что, к сожалению, все еще влияет на некоторых людей, которых в Украине называют ватниками. Есть такие люди и в Болгарии, преимущественно пенсионеры, которым вдалбливали в голову настойчивую пропаганду про лучших друзей болгар русских братушек. Украина тоже все это проходила, но когда на голову украинцам посыпались русские ракеты, многие опьяненные российской пропагандой быстро протрезвели. Может быть, болгарам не стоит дожидаться подобного? Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии. Не забывайте поддерживать автора на платформе Patreon и BuyMeEcoffee. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!